Здравствуйте, дорогие друзья! Наша программа называется «Чай-кофе». Каждый из вас может продолжить это устойчивое выражение как хочет. Ну а мы поговорим. Мы встречаемся с нашими гостями в ресторанном комплексе «Русская усадьба». И сегодня у нас в гостях человек неординарный, прямо так скажем. Человек, которого многие из вас прекрасно знают. Человек, который прекрасно разбирается в градостроительной политике, в градостроительстве, в архитектуре. Человек, который очень много разбирается в искусстве. Человек, который разбирается в женщинах. и человек, который разбирается, наверное, во всех трудах Карла Маркса, Фредерика Энгельса и Владимира Ильича Ленина, или нет. Ну, в общем, встречайте, Алексей Иванович Фирулев. Алексей Иванович, здравствуйте. Ничего, что я вас так отрекомендовал. Ну, я думаю, что есть перебор небольшой. Я, знаете, хотел спросить по поводу как раз-таки городостроительной политики, потому что мне, как жителю малого города, малого исторического города, эта тема близка. У нас идет очень быстрая утрата памятников гражданской архитектуры. Вот вы как специалист, какую вообще оценку дадите? Град Углич получил свой первый генплан, утвержденный Екатериной Второй, аж в 1784 году. И главное достоинство Углича в том, что основа этого генерального плана, его планировка, его задумка до сих пор существует. Прямые широкие улицы, да? Ну, я не скажу, что широкие, но достаточно прямые. И самое главное, что единственная в России пятилучевая площадь Углича, где сходится улица Ростовская, Февральская, Урицкого, Крестьянская, утраты, может быть, какие-то упущения, зачастую, может быть, использование власти не в том направлении, где надо бы использовать, привели к тому, что даже в историческом центре города мы успели наломать дров. А вот вам лично, как человеку, какой памятник больше всего жалко? Из тех, что утрачены. Хороший особняк гражданской архитектуры стоял на свободе. Скверик, старинный дом, в кирпичном цоколе, это сказка была. Какие наличники. Там такой еще был мансардный этаж, да? Да, мансардочка в резьбе вся. Да, здорово. Ну, а то, что у нас главным шедевром Углича является ансамбль Кремля, раз, и наша дивная Алексеевская церковь, Алексеевский монастырь, два. Не дай бог, чтобы на них кто-то поднял руку. Хотя однажды пытались, хотели на улице Октябрьской, напротив Алексеевского монастыря, взгромоздить трансляционную башню одной из систем связи. Поднялся общественность, весь город, дошли до области, дошли до Москвы, на это кощунство остановили в Огрине. А то уже фундаменты начали заливать. У Углича все-таки в силу его историчности, да, у него сложилась некая среда, своя собственная городская, и свое собственное городское там настроение, и видение, и всего. Вот существует ли какая-то охранная грамота, ну, вот с точки зрения каких-то вот, может быть, простых и понятных правил для архитектора? Самой главной охранной грамотой для города Углича и направляющим косинусом для главного архитектора города всегда был и будет утвержденный генеральный план развития города. Понятно, когда главный архитектор – это человек как бы авторитетный, ну, там, в силу своего опыта жизненного, каких-то реализованных проектов, в силу, там, может быть, возраста, ну, то есть человек, имеющий какой-то вес в архитектурной среде. А вот когда приходит молодой архитектор, ну, то есть вот он пришел молодой, да, и его мнение, оно звучит не так громко, как мнение предыдущих, ну, вот, архитектора, да. И когда там власть, да, пытается реализовать какой-то там очередной инвестпроект, ну, который как-то не очень гармонизирует, да, с городом, то вот как быть-то, как защитить, как защититься, то есть есть такой рецепт? Есть. Вы же тоже с чего-то начинали, не просто же это так, да? И он в Углича всегда работал до последнего времени. Это преемственность поколений. Использование опыта предыдущих главных архитекторов, использование опыта проектировщиков, которые работали с Угличем десятилетиями. И вот если ты это не учитываешь и не впитываешь, из тебя главный архитектор никогда в Углич не получится. Ты можешь превратиться в мелкого чиновника, можешь превратиться в мальчика на побегушках, но словосочетание «главный архитектор» должно звучать и профессионально, и общественно, и на всех внешних связях, начиная от Ярославля и кончая Москвой. Угличу повезло еще в чем? Председателем госстроя Российской Федерации был угличанин, министр Басила Дмитрий Петрович. О, интересно. Это был такой умница. Я когда к нему первый раз приехал, когда только заступил главным архитектором, он секретарю сказал, «Меня 20 минут нет, у меня главный архитектор Углич». Вот так встречали главных архитекторов. И он прямо сказал, «Если только почувствуешь, что на тебя кто-то там начинает давить или бежать, в кавычках, позвони или подъедь, я подключу такие рычаги, что Углич трогать не будет». Почему в Угличе до сих пор нет речного вокзала? Знаете кто-нибудь? Нет. Министр речного флота позвонил Дмитрию Петровичу Басилову, Кучкин, в то время был министром речного флота, и сказал, «Тебя вот земляки из Углича просят речный вокзал. Поток туристов растет и растет, а речного вокзала нет и принять негде». Он говорит, «А в чем проблема?» «Ну, говорит, я решил помочь Угличу». Дмитрий Петрович сразу мне позвонил, говорит, «Быстро прозондируй все вопросы на уровне городской власти, на уровне областной власти и доложи мне обстановку». Доложили, провентилировали все. Я ему сказал, «Дмитрий Петрович, обстановка благоприятная. Единственное, что у нас разваливается набережная и придется по фронту, вправо и влево от речного вокзала все это какое-то береокрепление сделать, потому что плиты наши разваливаются на глазах». Он говорит, «Хорошо, я с министром переговорю». Переговорили. Кучкин дал, в принципе, добро. В это время отдельные чиновники областного и местного уровня, почувствовав, что вопрос начинает решаться, захотелось еще больше. Как по-русски говорят, раскрыть шире рот. И кроме того, что сделать береокрепление и речной вокзал, захотелось еще набережную сделать, бывшую Пушкинскую, ныне Волжская набережная. Это как-то близок локоток до него. Да. А там опять миллионы. Это не тех рублей, которые сейчас, а советских рублей. Обеспеченных золотом. Нормальных рублей. Я зашел к Анатолию Ивановичу Кареву, он был в то время представителем горосполкома. Но у меня сочетание было хорошее. Я был секретарем парторганизации горосполкома. И, конечно, когда главный архитектор еще и секретарь парторганизации, это, конечно, сказывается. Потому что в горкоме выход был прямой на Владимира Михайловича Смирнова. Он нас архитектуру поддерживал как ангел-хранитель. Я говорю, Анатолий Иванович, если мы сейчас переборщим, и на вас областники начнут давить, что давай еще пробивай, благоустройство всей набережной, от Каменского ручья до Селивановского, у нас ничего не будет. Да ну ты что, там область полком уже вроде тоже прозондировал туда-сюда. Я говорю, я вам свое мнение сказал. И рассказал ему, разговорил с Дмитрием Петровичем. Ребята, чувствуйте меру. Если уж министр речного флота идет вкладывать вам деньги в речной вокзал, так вы выцарапаете речной вокзал, а набережную потихоньку и сами решите. Да нет, давай. Дали. В результате берега укрепления нет, речного вокзала нет, набережной нет. И только вот уже в годы Леонора Михайловна молодец, сумела поднять всю эту махину. А речного-то вокзала до сих пор нет. А проект уже в эскизах был готов. И он у нас в архитектуре был. Красивый был? Ну, я не скажу, что какой-то шедевр, но удобный, простой и для речников. Он был очень хорош тем, что он обеспечивал безопасность причаливания судов и отчаливания их от причалов углича. Алексей Иванович, вот мы с вами как бы проговорили, она тема, конечно, очень многообразная и широкая, я имею в виду по градостроительству, но хотелось бы, пользуясь случаем, поговорить немножко и о другом. Вот смотрите, вот помните, да, эту историю? Вы вообще, где узнали и когда узнали про то, что Советского Союза больше нет, не существует такой страны, в которой вы родились? А что потеряли, вот самое главное? Самое главное, мы, во-первых, потеряли... Не мы, а вы лично. Я для чего? Мы-то, понятно, мы все потеряли. Я потерял свою родину, я ровесник победы, и у меня вся жизнь идет под флагом победы. И когда я встречаюсь в своих одногодок, 45-го года рождения, мы все время как родные, потеряли такую державу, которую, дай бог, нам снова сейчас остановить. А вообще это реально, как вы считаете? В какой-то новой форме, наверное. И если у нас цари и императоры, начиная с Александра Невского, с великого князя, собирали Русь, то вот Троица, полутрезвая, сумела все разрушить, то, что веками создавалось. Это тоже простить нельзя. И что бы ни говорили про Ельцина, ему это никогда не простит русский народ, что он сотворил со страной. Так же, как Украина и Белоруссия своим. А где ваш портбилет сейчас находится? На месте. На месте. Вы его никуда не сдавали, ничего не отказывались? Не перековывались? Я на всю жизнь запомнил фразу Леонора Михайловна Шереметьева. Когда ей доброжелатели, в кавычках, из администрации, начали сообщать, что Фирулев очень резко высказывается за эти либеральные вывихи в местной власти, в областной, в других, она сказала, его можно уважать только за то, что он остался верен своим идеалам, своим убеждениям, и партбилет на стол не бросал. А вот по современным идеалам, да, вообще, коммунистов, да, современных, российских, они как-то, они вообще как-то меняются? Или она, в принципе, верна тем идеалам, которые были, там, ленинизм, там, и прочее, прочее, прочее? Коммунистическая партия не будет коммунистической, если она начнет изменять своим идеалам, своей теории марксизма, ленинизма, не в иконописном варианте, а в творческом, в диалектическом развитии. Потому что вот когда я учился в высшей партийной школе, меня однажды чуть не отчислили. А почему? Ну, потому что у нас был международный выпуск. Девять компартий было со всего мира. А меня избрали ребята председателем интерсовета высшей партийной школы. И я на одном из семинаров, который вела преподаватель женщина, она была председателем правком ВПШ. Заявил, я говорю, а почему вы считаете, что роль партии сейчас, в 80-х годах, стала намного выше, чем она была в 18-м году, в 25-м, в 41-м, в 45-м. Смотрю, у нее глаза постепенно округляются. Она говорит... А вы критику разводите? Нет, она говорит, Алексей Иванович, вы пока присядьте. Вызвали меня к ректору ВПШ. Там пришел секретарь парткома и она. А ректор ВПШ был наш Ярославец, Манцев Валерий Иванович. Он говорит, ну что, Фирулев, рассказывай, что ты там на семинаре сообщил интересного. Я говорю, Валерий Иванович, на основе своего опыта из своих убеждений, а у меня полсемьи коммунистов полегли на фронте, я высказал то, что я думаю и в чем я уверен. А вот пути реализации, повышать ли роль партии или сочетать власть советов и власть партии, это бы надо этому нас учить, и в том числе и коммунистов со всех стран мира. Он говорит, так все свободно, Фирулев останется. И остались. Ты откуда, приехал сюда в Москву-то? Это ты можешь на пленуме Углежского горкома или на бюро, а я был членом бюро уже горкома партии, там можешь ты уступать. А здесь, милый мой, Москва. И мы здесь учим представителей коммунистических партий. Другому. Марксизму, ленизму и его творческом развитии. Я говорю, в развитии, Валерий Иванович, правильно, а вот насчет творческого надо бы добавить чуть-чуть. А вот смотрите, мы же, если говорим про сегодняшнюю мировую фабрику по производству всего и вся Китай, они же как бы остались верны идеалам и лидерам. немножко они, я так понял, скорректировали. Своя специфика. Они скорректировали там экономический курс и немножко там с точки зрения идеологии поработали. То есть, что... Основа та же. Я об этом и сказал. Вот смотрите, если вот так вот пофантазировать, каково будущее вообще КПРФ, ну там лет через 20 в нашей стране. Что нам для китайцев? Китайцы, они там сами разберутся. Я думаю, что будущее будет все-таки базироваться у России на основе социализма. А кто будет проводником идей? Вот вы видите, через 20 лет, это будет. Коммунист. А вот мы сейчас смотрим на тенденции, которые существуют в обществе. Ну, все нужно, не прям такой широкий круг поддержки у КПРФ. Ну, чтобы это была основная идеология государства. В такие периоды это вполне объективно. Не, я это понимаю. Подрастет новое впечатление. Но через 20 лет точно у нас все должно быть хорошо. Должен быть социализм. Это ваш вариант или мой? Ваш. Я спрашиваю у вас. А, у вас? Я вас же спрашиваю или не себя. У меня есть своя точка зрения. Насколько я был знаком лично с Вольфом Ивановичем Мессингом, вот я с ним пообщался, он мне кое-что рассказал для жизненных устоев. Надо жить и делать все для того, во что ты веришь. И чем больше таких людей будет, тем Россия будет только сильнее. А вот смотрите, вот сегодняшнее развитие КПРФ, то есть, вот как вот вы ведете. Я так понимаю, что вы сейчас заместитель, да? Да. Секретаря Углического, да? Как правильно звучит должность? Заместитель секретаря Углической партийной организации КПРФ. А много сейчас членов партийной организации нашей местной? Есть члены партии, есть сторонники партии. Все есть. Понятно. А молодых привлекаете? Привлекаю. Вы же говорите, что как бы молодые должны быть. Да. И не только просто молодые, а желательно из рабочего класса. У нас в последнее время пришли ребята стоящие. Не могу не спросить, вот, наверное, крайний вопрос, да? Хотел задать по поводу клуба искусств. Вообще, как к этому пришли? Ну, то есть, я вас часто наблюдаю на открытиях всевозможных выставок, на всевозможных там концертных программах, которые проходят в Угличе. Вы действительно активно это все посещаете? Часто можно услышать, что да в Угличе делать нечего, да здесь ничего не происходит, да здесь все, ну, маленький заштатный городок, а люди просто не знают, что вокруг них происходит, и достаточно много мероприятий. Ваш опыт. У нас это зародилось в конце 70-х годов с Мариной Тимофеевной Журилой, она в то время была директором бюро путешествий и экскурсий, я был главным архитектором до перехода замгенерального директора в Углич, и мы с ней как-то ощутили, поскольку дворец у нас был введен уже в 74-м году, в эксплуатацию, да, зимой, говорим, что на базе бы такого дворца вот надо какой-то круг людей собрать и создать типа клуба, не по интересам, мы прямо сориентировались, что клубы любителей или культуры, или искусств, и вот тогда мы первую группу энтузиастов собрали, человек, наверное, 20 тогда всего было, а сейчас нас уже почти 200 в клубе любителей искусств. И вот оттуда пошло и пошло, и как-то постепенно мы договорились и в теперешнем клубе любителей искусств, что не только самим приходить, а через нас приводить в клуб любителей искусств людей, которых тянет музыку, тянет искусство. И с одной стороны и пропаганда, а с другой стороны просто личный интерес. Я вот сам, человек, наверное, 7, просто по убеждению, говорю, вы только придите послушать, какие у нас лекции, какие люди приезжают, из Ленинграда, из Москвы, какие приезжают люди, путешествующие по миру, и какие фотографии покажут. Вы обалдеете просто. Наша аудитория гораздо больше семи человек. Можете, вот как вас найти, то есть, вот если действительно люди, наши телезрители, которые сегодня смотрят программу, если они заинтересованы, если они тоже хотят как-то приобщиться вот к этому клубу, как найти, что нужно сделать, то есть, куда обратиться, где... Позвонить дежурному дворца культуры 411-02 и сказать, когда ближайшее заседание... Мероприятие, да? Клуб любителей искусств, клуб ветеран, а сейчас еще создали клуб вдохновения. Когда я рассказывал о Москве и Вярославле, что у нас духовой оркестр играет для любителей духовой музыки, как это, в маленьком улице, в районном центре, духовой оркестр, во дворце, регулярно, каждый месяц, собираются люди, танцуют, слушают, там же выступают еще коллективы дворца, грация, конфетти, мотание иногда. Хорошо уже живете, ребята. У нас в областных городах такого нет. Я говорю, а у нас в Угличе есть. И когда люди говорят, что у нас в Угличе сходить негде и ничего интересного нет, это те, которые просто не хотят. Традиционно по завершении большого разговора мы переходим к вопросам в формате БЛИЦ. Что для вас лучший отдых? Лучший отдых? Первая работа в саду, вторая лес, третья Волга и четвертая музыка. Если мы говорим про Углич или Углический район, есть какое-то самое любимое место, ну вот, куда вы приходите и отдыхаете душой? Их три. Игорев ручей на Волге, Кореога у Бурносова и у Лейма в Верховьях. Это неповторимые места. Если мы говорим про какие-то политические предпочтения, если не КПРФ, то что? Если не КПРФ, то только КПРФ. Только КПРФ, тоже как ответ. Наша программа называется «Чай-кофе», вот все-таки чай или кофе? В зависимости от спортивного самочувствия. Иногда только кофе, иногда только чай, но травяной. А есть... А, травяной, да? То есть какой-то травяной сбор, да? Это сами собираете? С Алтая раз и с «Углешкой земли» два. А, в комплексе? Нет. Раздельно. Раздельно? Все хорошо. Алексей Иванович, спасибо вам за то, что откликнулись на наше приглашение. И я хочу вам пожелать, чтобы вот тот жизненный тонус, да, который у вас есть, то та многосторонность ваша, она сохранялась. И чтобы, может быть, те советы, которые вы даете в той сфере, в которой вы очень хорошо разбираетесь, может быть, чтобы действительно к ним как-то прислушивались, а может быть, и не прислушивались, а критично относились. Да, у каждого свой подход. Чтобы вы, наверное, как бы продолжали видеть «Углич» тем самым музеем под открытым небом, градостроительным, потому что действительно, когда ты идешь, когда ты видишь красивые здания, даже не обязательно, что они должны быть именно той эпохи, даже и современные, то действительно как-то становится на душе интереснее, ты понимаешь, что оказывается и могут их наши дни строить, а не просто какие-то силикатные коробки. Всего вам хорошего? Минутку. Да, и теперь ваши три секунды. У нас первая любовь была. Так вот у меня «Углич», я его первый раз увидел, когда друг мой, работавший здесь главным архитектором, выпускник тоже Нижегородской архитектурно-строительной академии, Михаил Малинин был первым архитектором, провел меня по «Угличу» в феврале 72-го года. Через два месяца я приехал сюда с чемоданом и сказал, это любовь на всю жизнь. Отлично. Таких городов больше нет. Ну, а на память в конце нашей встречи четыре строчки. Подышите воздухом России на высоком Волжском берегу. Пусть наш «Углич» древний и красивый вас согреет в дружеском кругу. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»